Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Жогов. В сегодняшнем видео мы поговорим о токене Safe Hamster. Больше мы поговорим даже не о самом токене, а о Swap бирже, которая вышла буквально вчера. Расскажу вам, как покупать токены на данной бирже и как ставить токены в фарминг. Также разработчики обещают, что в скором времени на данной площадке появится также стейкинг. И попытаюсь вам объяснить, чем же отличается фарминг от стейкинга. Ну что ж, друзья, давайте же перейдем на их сайт. Вот так вот он выглядит. Сайт тоже обновили. Он был немножко другой. И давайте же покажу вам, как же здесь покупать токены и ставить их в фарминг. У нас вот здесь есть кнопочка Buy. Нажимаем на нее и сейчас мы перейдем уже, можно сказать, на саму Swap биржу. И что мы здесь видим? В принципе, вот есть вкладочка Home. Это нас перекинет на главную страницу, на которой мы только что находились. У нас есть трейд. Мы можем нажать здесь. Вот здесь есть Exchange и Liquid. И также есть фарм. Ну и в принципе так дальше. Что нам здесь важнее всего? Это нам вкладочка Exchange. И здесь мы можем покупать токены SaveHamster и также другие токены. Сейчас в данный момент этих токенов у нас не так и много. Есть здесь Seed. Это также токен от разработчиков SaveHamster, который в дальнейшем мы будем добывать и за который мы будем покупать какие-то там активы в игре, которая выйдет в будущем. Ну, в принципе, пока что о игре рано еще говорить. Также у нас есть FAQ. Ну и в принципе, больше нет каких-то таких там более нам знакомых токенов. Друзья, давайте же сразу же отвечу на вопрос, сколько минимально нужно денег для того, чтобы купить токен и поставить его в фарминг. У меня вот здесь есть на балансе вот 1.74 BUSD. И давайте же как раз за них мы попробуем купить токен и поставить его в фарминг. Давайте же выбираем токен SaveHamster. Вот мы выбираем 1.7. Это по сути, можно сказать, минимальная такая сумма. Я думаю, что можно купить еще меньше, но какой в этом смысл. И давайте же нажимаем Swap, подтверждаем транзакцию. Сейчас немножко подождем. У нас произойдет обмен и наши токены придут как бы нам на баланс. У меня уже есть данные токены и я просто покупаю сейчас суток для того, чтобы показать вам видео. Я куплю, вот здесь показывает, 60, то что не 60, а 616 1667 токенов. Все, транзакция у нас подтвердилась и токены нам добавились. Сейчас нам данные токены нужно поставить во вкладочку, вот зайти во вкладочку farm и поставить их в фарминг. Но что нам для начала нужно сделать? Нам нужно создать LP токен. LP токен это смесь двух токенов. В нашем случае это save hamster и BNB. Как нам это сделать? Вот здесь есть вкладочка trade. Открываем ее снова и здесь есть liquidity. Заходим в вкладочку liquidity и нажимаем add liquidity. Дальше выбираем нужный нам токен. Вот save hamster и BNB. И здесь вписываем то, чего у нас меньше. То есть если у нас будет меньше BNB, то вписываем, сколько мы хотим отдать BNB. Если у нас будет меньше save hamster, то вписываем, сколько мы хотим отдать save hamster. Давайте я впишу, мы купили там 616 тысяч, если я не ошибаюсь. Давайте я впишу вот 600 тысяч, правильно? Да, 600 тысяч. И нажимаем supply. Опять же подтверждаем транзакцию для того, чтобы у нас создался данный LP токен. Друзья, прошу обратить внимание, что в токене save hamster за каждую транзакцию у вас изымается 10% от количества ваших токенов. То есть, к примеру, вы покупаете там миллион токенов, 10% уходит комиссии. Эта комиссия разделяется. 5% уходит в пул ликвидности. Это для того, чтобы у вас всегда были объемы, чтобы вы всегда могли купить и продать токены. Это называется пул ликвидности. И 5% уходит тем, кто просто держит данный токен на балансе. И обращайте внимание, что вам постоянно придется платить этих 10% комиссии. Все. Вот мы создали данный токен, LP токен. Дальше переходим в вкладочку farm. Дальше нажимаем approve contract. Вот. Нажимаем подтвердить. Сейчас немножко подождем. Наш контракт как бы откроется. И в принципе мы продолжим. Все. Вот показано, что наш контракт уже, ну, подтвердился. Дальше мы можем нажать stake. Нажимаем вот здесь stake. Дальше смотрим. У нас на балансе есть 0,0, там 13 этого LP токена. В принципе, вот уже все вписано. Нажимаем deposit. Нажимаем подтвердить. И вот как раз здесь мы тоже по сути платим этих же 10%. Получается, что мы покупаем токен. 10% у нас уже сняло. Дальше мы создаем LP токен. У нас снимается этих 10%. И дальше, когда мы нажимаем вот здесь stake, у нас тоже снимается 10%. И дальше, когда мы будем хотеть как бы все снять со стейкинга, у нас снова же снимается 10%. Поэтому, друзья, сюда, если вы будете инвестировать, то нужно инвестировать прям очень долго срок, потому что много процентов вы платите комиссии. И, в принципе, все. У нас наши токены уже в стейкинге. И мы здесь будем добывать токен seed. Он будет приходить нам на баланс. Мы можем нажимать вот здесь harvest. То есть снимать наш токен. Дальше, друзья, что нам нужно сделать для того, чтобы снять наши токены с фарминга. Мы нажимаем вот здесь есть вкладочка stake. Дальше выбираем нужное нам количество. Вот столько вот у нас есть. Можем скопировать. Просто вот сюда вставить. И нажимаем withdraw. Дальше подтверждаем транзакцию. Вот such as withdraw. То есть мы сняли наши токены с фарминга. Дальше для того, чтобы разобрать наши токены уже на токен save hamster и BNB обратно. То есть наш LP токен нам нужно разделить обратно на два токена. Мы просто нажимаем вот trade. Нажимаем liquidity. И здесь у нас появится токен, который мы сняли со стайкинга. Друзья, прошу обратить внимание, что сайт немножко еще глючит. И сейчас я бы на вашем месте не совершал никаких здесь операций. Потому что вот, к примеру, сейчас должно здесь появиться LP токен, который мы создавали. Но он... О, вот все, появился. LP токен наш. Нажимаем мы manage. И нажимаем remove. То есть разделить. Все, нажимаем 100% max. И нажимаем approve изначально. Вот подтверждаем транзакцию. И нажимаем remove. И снова подтверждаем транзакцию. Все. Вот обратите внимание, мы инвестировали сюда 600 тысяч токенов. Вот уже в принципе перескочило. Осталось там всего 544 тысячи токенов. Это из-за того, что по сути мы везде платим данные комиссии. Поэтому, друзья, если вы хотите сюда ставить свои токены фарминг, то обращайте внимание на то, что здесь большие комиссии. То есть не получится так, что сейчас вы поставили фарминг, завтра сняли. Нет. Это здесь мы ставим токены фарминг на долгосрок. Еще какой момент. К примеру, вы поставили LP токен фарминг и вам постоянно капает токен сид. Для того, чтобы их забирать, вам просто нужно будет нажимать вот здесь кнопочку Harvest и они будут вам приходить на ваш счет. В принципе, это, друзья, все. По поводу работы сайта еще есть как бы вопросы. Он немножко еще глючит. Иногда не хочет подключать кошелек. Вот здесь есть вкладочка Connect. Я изначально забыл вам показать. И здесь подключение через MetaMask и TrustWallet. Иногда эти кнопки не появляются. Поэтому пока что лучше дождитесь, пока сайт будет работать уже стабильно. И только тогда уже решайте, стоит вам ставить сюда токены фарминг или не стоит. Я же буду все-таки ждать, когда появится стейкинг. Потому что стейкинг мы, по сути, ставим одних только хомяков и добываем, по сути, тех же хомяков. Нам не нужно создавать LP токен. Друзья, если данное видео было для вас полезным, обязательно ставьте ему лайк. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.